Это вечерние новости на RTN в студии Артем Андросов. О главных событиях к этому часу расскажем прямо сейчас. Война в Украине резко подстегнула спрос на американское оружие. В опубликованной сводке Госдепартамента говорится, что особенно сильно в 2023 финансовом году вырос объем сделок с оружием, а также военным снаряжением и услугами, которые правительство США заключало с властями других стран. Их общая стоимость увеличилась на 56% до 81 млрд долларов. Остальные 157,5 млрд долларов пришлись на прямые продажи американских военно-промышленных компаний их клиентам. Их объем тоже вырос, но не так сильно, на 2,5% по отношению к 2022 финансовому году. Одним из главных покупателей американского оружия стала Польша, которая после нападения России на Украину поставила себе цель построить сильнейшую в Европе сухопутную армию. Польша закупила вертолеты Апачи на 12 млрд долларов, ракетные системы Хаймарс на 10 млрд долларов, танки Абрамс на почти 4 млрд, а также системы управления противовоздушной и противоракетной обороной на 4 млрд. В Польше после выборов в конце прошлого года сменилась власть, но новое правительство во главе с Дональдом Туском обещает продолжить перевооружение армии. Германия купила у США вертолеты на 8,5 млрд долларов, Чехия заказала новейшие истребители Ф-35 и боеприпасы на 5,5 млрд, Болгария, бронемашины, Страйкер на 1,5 млрд, Норвегия, многоцелевые вертолеты на 1 млрд. Американское оружие и военную технику по-прежнему покупают и за пределами Европы. Южная Корея в 2023 финансовом году закупила Ф-35 на 5 млрд долларов, Австралия заказала военные и транспортные самолеты на более чем 6 млрд, а Япония заплатит 1 млрд за разведывательный самолет. Администрация президента Джо Байдена в спорах с республиканцами о военной помощи Украине доказывает, что эта помощь, кроме всего прочего, способствует росту экономики самих Соединенных Штатов, поскольку обеспечивает новыми заказами военную промышленность. Часть этих заказов непосредственно связана с поставками Украине, а часть приходит от стран, которые решили полностью или частично отказаться от российских поставщиков. Председатель Сенатского комитета по международным отношениям Бен Кардин осудил вылазку поддерживаемых Ираном группировок, в результате которой в Иордании погибли трое американских военнослужащих и несколько десятков получили ранения. Это нападение на американские и коалиционные войска в Иордании нашего надежного регионального партнера представляет собой эскалацию, и оно не может остаться без ответа, отмечается в заявлении Кардина, опубликованном в понедельник. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби также заявил в интервью CNN, что ответные меры будут очень существенными. Вместе с тем, в интервью MSNBC он подчеркнул, что США не хотят войны с Ираном и конфликта в регионе в целом. «Мы не стремимся к войне с Ираном, мы не стремимся к более широкому конфликту на Ближнем Востоке», — сказал Кирби. «Касаясь нападения на американских военных в Иордании, он отметил, что по мнению администрации, в ходе атаки был использован один беспилот». Курсы акций UPS упали резко после объявления о предстоящих массовых увольнениях. Американская логистическая компания сообщила о сокращении почти 12 тысяч рабочих мест, после чего биржевые курсы ее акций упали. Ожидается, что сокращение коснется управленцев и подрядчиков. Кроме того, руководство UPS потребовало от сотрудников вернуться обратно в офис на пять дней в неделю. Глава компании UPS Кэрол Том заявила, что за счет массовых сокращений компания экономит 1 миллиард долларов. Калифорния в среду столкнулась с двумя идущими следом, один за другим тихоокеанскими штормами, которые, как ожидается, должны затопить большую часть штата сильными дождями и, вероятнее всего, вызвать широкомасштабные наводнения. Жители штата на протяжении последних дней готовились к приходу стихии, запасались песком, продуктами питания и средствами гигиены. Оба шторма образовались над теплыми субтропическими водами вокруг Гавайев. Первый из них уже пришел в Южную Калифорнию. Когда буря подойдет к нашим местам, мы получим дожди от умеренных до сильных в течение 4-6 часов. Кроме того, похоже, мы почувствуем более сильные юго-восточные ветры с порывами скоростью до 40 миль в час, а в горах и до 50 миль в час, и во многих районах порывами до 50 миль в час в горах. Так что условия сильного ветра могут привести к повреждению веток деревьев, сбоям электроэнергии и подобному. Самые сильные дожди, в основном, похоже, пройдут сегодня поздно вечером и завтра утром по всему Лос-Анджелесу и в округе Сан-Диего. Пугающе интересная статистика. Тейлор Свифт может повлиять на результаты президентских выборов 2024 года. Почти 20% избирателей заявили, что, вероятно, поддержат кандидата, которого поддерживает певица. По данным Newsweek, опрос, проведенный Redfield Strategies, показывает, что 18% избирателей согласились бы с выбором Свифт. При этом 17% избирателей заявили, что с меньшей вероятностью проголосуют за кандидата, которого поддерживает певица. Поддержка Тейлор Свифт, похоже, больше всего влияет на молодых американцев. Примерно 3 из 10 избирателей в возрасте до 35 лет заявили, что проголосовали бы за кандидата, одобренного певицей. Согласно опросу, поддержка певицы повлияет только на 4% людей в возрасте 65 лет и старше. В преддверии промежуточных выборов 2018 года Свифт нарушила свое давнее молчание о политике, поддержав Фила Брэдсона, демократа из Стэнесси в Сенат. Певица поделилась ссылкой на сайт регистрации для голосования, на котором, как сообщается, вскоре после одобрения было зарегистрировано более 35 тысяч человек. Это кажется нелепым, но, говоря о влиянии Свифт, певица уже повлияла на требования законодателей принять правила в отношении искусственного интеллекта после того, как на прошлой неделе в социальных сетях были распространены ее фальшивые порнографические изображения. Депутат законодательного собрания Нью-Йорка Клайд Ваннелл, демократ из Квинса, выступил в поддержку певицы. Через несколько минут продолжим выпуск на RTN сразу после рекламы.